На термометрах минус 34 градуса, но по словам организаторов, первый этап чемпионата России по зимнему плаванию состоялся бы при любой погоде. Температура воды в проруби порядка 1 градуса. Сегодня здесь находится 250 спортсменов с разных регионов страны. Иркутск, Мурманск, Оренбург, Владивосток, а также спортсмены и сборной команды Белоруссии. Мы из Крыма, добирались к вам в сутки, ехали в Сочи, в Сочи вылетали в Тюмень. И вот мы здесь, в минус 38 с утра проснулись, уехали, у нас было плюс 17. Вместе с Евгением приехали и его подопечные. Все они впервые участвуют в соревнованиях всероссийского уровня. Готовились каждый день. В 5 утра плавали в Черном море, вырабатывая холодовую нагрузку. И, как итог, почти у всех призовые места. Занял я третье место. Вода показалась теплая, в принципе, не такая уж холодная. Вышел, сначала пошел в Чан, потом в баню. В Тюмени мне нравится, в принципе. Снег, новогоднее настроение. За новогодним настроением приехали и спортсмены из Владивостока. 11 часов пути, сначала на самолете, затем на автобусе. Путь, говорят, до Тюмени не из легких. Мы сейчас находимся в Чане, греемся с пихтой. После заплыва пихточка, тут у нас ароматы шикарные. После погружения в прорубь каждому участнику необходимо отогреться. Первое, хорошенько вытереться полотенцем, посидеть в теплой бане, ну и, конечно же... Вот, возьмите, выпейте горячего чая, пожалуйста. Спасибо большое. Особенность этих соревнований – отсутствие зрителей. Участники это объясняют так. Плыть в минусовую температуру и стоять на улице – это абсолютно разные вещи. Как ни крути, в воде теплее. Вода очень прекрасна. Вообще, очень бодрящая и очень драйвовая. То, что сегодня минус 35 градусов, не смутило вас? Нет, не смутило. Только, наоборот, придавляет адреналина и бодрости. Все знают, что после заплыва в холодной воде, в настоящем морозном воздухе, начинается реакция организма, вызывающая жар, удовольствие. Эндорфинный пруд – настроение отлично. Хорошие результаты показали и тюменские спортсмены. Богдан Якимович на дистанции 25 метров в самом сложном стиле плавания «Батерфляй» стал вторым. Говорить, для победы не хватило совсем немного. Вроде все получилось классно, но с касанием немножко нет, не прогадал. Но я вообще по жизни по касанию не попадаюсь. Именно «Батерфляй». Все, что касается плавания в холодной ледяной воде – это доступная и классная форма оздоровления. Если человек систематически занимается, значит, он меньше подвержен всевозможным инферционным заболеваниям. На старт. Взять того же Моцарта. Он погружал свою голову перед тем, как писать музыку в холодную, абсолютно холодную ледяную воду. Потому что дает приток крови и приток энергии. И, собственно говоря, после этого рождаются какие-то новые идеи, новые мысли. Но для этого необходима сила воли и настрой. Без них, отмечают участники, не то чтобы проплыть, но и окунуться в ледяную воду невозможно. Спортсмены, которые систематически занимаются зимним плаванием, крепки духом. И сегодня даже я подходил к участникам соревнований, задавал вопрос, как настроен боевой. Это еще, он говорит, даже вполне себе комфортная температура. Открытый Кубок Тюмени по зимнему плаванию выявил сильнейших спортсменов. Но даже те, кто остался без наград, эти заплывы в экстремальных условиях запомнят надолго.